Радио Радонеж 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 Радонеж Радио 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 Радонеж 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 Уходит в это светлое облако Церкви Божьей, Господь тотчас являет нам лик свой. Нет, мы не видим его телесными очами, но мы слышим в своих ноздрях, чувствуем дыхание Духа Божьего, как говорил об этом праведный Иов. Мы ощущаем прикосновение к нашим немощным сердцам его творческого перста, когда вдруг верится и плачется, и так легко-легко. В ответ на нашу молитву мы ощущаем мгновенно или по истечении малого времени непостижимое действие благодати Господня. Оно сверхчувственно, безусловно, но есть же разница между круговертью помыслов в голове и затишьем какой-то священной тишиной сердца, между дрожанием наших чувств, тревог, страхов, маловерия, унынием, безнадежием и той тем безмолвием веры, надежды и любви, когда христианину становится мирно и спокойно, и он как будто слышит в сердце своем слова «Не бойтесь, аз есмь, да верует сердце ваше и не устрашается, аз есмь с вами и никто уже на вы». Вот оно и торжество именно в том, что Бог с нами во все дни до скончания века. Нам только лишь не плашать, нос не задирать, не гордиться, не младушествовать, не унывать, ни в коем случае не отчаиваться. Нет на это воли Божией, но держась всем вместе, не выпускать из рук воскрылия риз Христа Искупителя, всегда младенческими голосами и лепетом докучать Божеству, вверяться Его промыслу, уповать на Его поддержку и силу, не отступать пред лицом воинствующего зла, зная, что Господь через нас всегда поставит Ему преграду. Нам дозвонился первый слушатель, вы в прямом эфире, здравствуйте. Здравствуйте, батюшка, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в эту субботу в родительскую? У меня день рождения и у мужа, и у дочери. Прекрасно. Проигнорировать этот праздник или как-то отметить? Ну почему? Это великий курс. Ну почему проигнорировать? Ну не проигнорировать, но просто девочке уже 17 лет будет, и вот как вот друзей пригласить, или как все предыдущие годы, только в кругу семьи, мама, папа и она. Друзей, это ваш выбор, безусловно, потому что есть друзья, которые ближе, чем родственники. Что касается каких-то весельей, торжеств, народчицах, они переносятся обыкновенно на пасхальные дни или вперед на прощенное воскресенье, а скромным кругом, ну почему же, нет, я думаю, что день рождения – это день особой милости, точнее день, когда мы особенно ощущаем милость творческой воли Господней. Ведь в этот день так хорошо поразмышлять, что Создатель по преизбытку благости своей замыслил еще прежде создания мира создать и привести из небытия в бытие именно вас и вложить в вас свой бессмертный образ. Ну разве это не основание для глубокого духовного размышления, которое особенно легко взойдет на ваше сердце в Божьем храме? Если есть возможность, она в субботу есть у всех людей, обязательно прийти на родительскую субботу, помянуть на панихиде ваших усопших родственников. Ничто не препятствует всей вашей семье приобщиться к святых животворящих христовых тайн. А что может быть дороже для христианина, чем миг единения со Христом? Что воздам Господу за свой день рождения, за то, что Он благоволил мне явиться на свет Божий? Чашу Господню приему и имя Господне призову. Что касается трапезы, ну почему бы не собраться скромным кружком, выбор присутствующих зависит уже от вас, отворить в каких-нибудь кальмарчиках по афонскому уставу, живо воспринятому у нас на Руси плоды моря, могут украшать нашу трапезу, если соблюдать устав по полной, в субботу и воскресенье, равно как виноградное вино, и соединить приятное и с полезным после Божественной Литургии обедни по-русски. Славно пообедать, пообщаться, тем паче дочке 17-летней будет приятно такое внимание родителей и друзей. Так что Бог вам помощь. Слушаем следующий вопрос. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире. Батюшка, раба Божья Тамара, батюшка, скажите мне, пожалуйста, вот в чем разница между любознательностью и любопытством? И является ли последнее грехом? Любопытство? И любознательность. В чем разница? Любознательность – это любопытство ко спасению. А любопытство не ко спасению – это желание знать все и вся вокруг себя с вредом для собственной души. Духовная любознательность заключается в том, чтобы изучать учение Христова и не понаслышке, а вникать в Писание Святых Отцов, в толкование Священного Писания, бывать чаще у святыни, отправляться в паломничество. В простом мирском смысле слова любознательность расценивается как положительное качество ребенка, желающего познавать мир, ученика, который не ограничивается материалами учебника, копает глубже и мало-помалу выбирает свою любимую дисциплину. Самообразование в конечном счете является основным фактором раскрытия интеллектуальных умственных горизонтов. Все маломальские выдающиеся люди культуры и науки – это те, кто имели любознательность, и не просто любознательность, а соединяли с ней прилежание, усердие. Любопытство не к спасению, само слово «любопытство» скорее всего носит оттенки отрицательного значения, когда человек шныряет глазами, осматривает одежду в храме окружающих людей, когда желает знать и выведывать чужие секреты. Вам, наверное, ведомо такое настроение кумушек, судачащих у подъезда, кто с кем, чего и как. Но мы, христиане, в этом смысле существа богобоязненные, и отсекаем все неполезные для нас разговоры, которые часто сводятся к осуждению, вспоминая прекрасное назидание преподобного Амбросия Оптинского. «Знай себя, то есть изучай себя, познавай свое сердце, борись со своими страстями, стучи в створке сердца своего, или лучше прислушайся, как Бог стоит у сердца и стучит, говоря, отворите мне, дабы вечерять с нами, знай себя и довольны себя». А есть еще хорошее русское присловие. «Сиди, лягушка, в своей луже, да не квакай, чтоб не вышло чего хуже». И нам, христианам, как раз свойственна особая культура, не многословие, не говори, если тебя не спрашивают, заметьте, я преимущественно отвечаю на чужие вопросы. Умей больше слушать, и в этом отношении блюди скромность в общении со старшими. А главное, умом и сердцем устремляйся в области заочной. Молись с терпением и постоянством Господу Богу об очищении своих страстей, о исцелении своей души. И Господь мало-помалу в награду за такую преданность Ему и сдержанность в отношении мирских суетных дел. Явить тебе все таинство слов пророка, говорившего от имени Господа Бога, на кого воззрю, токмана кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих. Мы продолжаем нашу передачу, батюшка. Мы начали нашу беседу с темой торжества православия. Но вот время Великого Поста часто связывают еще с обилием искушений. И вот нам написали и просят помолиться. Просят помолиться о рабе Божье Людмиле, которая в день торжества православия в 22.30 вышла из храма, после уборки храма на нее напал, некто начал избивать, сломал руку, а ей 80 лет. Ох, милый, да... Людмила. Уврачует Господь, раны души и тела, престарелые Людмилы, искушение действительно огненное, тут уж сам дьявол действовал через падшую личность, немотивированная агрессия, видимо, находился в состоянии подпития, представляю себе смущение и ужас этой женщины, которая почувствовала смрадное дыхание сатаны. Да восставит ее Господь в целости и милости, милостью своей осенит ее, пусть Людмила считает, и это так и есть, что, попустив такое испытание, Господь приблизился к ней, и она получила вместе с гипсом медаль на свою грудь, ученицы Христовой, которая, подобно Ане, пророчице, не отходившей от храма днем и ночью, угождавшей постом и молитвою, славила Христа. Видимо, неугодно лукавому Людмиле и весьма угодно Богу, коль скоро претерпела она подобные искушения. Будем надеяться, этим постом она будет последним. Мы продолжаем, и теперь хочется поговорить о радостном событии, которое тоже совпало с неделей торжества православия. Батюшка, я хочу поздравить и вас, и наших читателей, и слушателей с выходом двух новых ваших книг о духовных предметах, которые наиболее важны нам Великим постом, о молитве и о покаянии. Но сначала хотелось бы представить слушателям и зрителям книгу «У креста Евангелия», которая посвящена таинству покаяния. Батюшка, мы знаем, что о покаянии писали все святые отцы и современные духовные писатели, а что побудило вас, как пастыря и писателя, написать еще одну книгу о покаянии и об исповеди? С удовольствием отвечу на этот вопрос, но прежде хочется предоставить кому-то из наших слушателей высказаться. Нет, нам пока еще дозваниваются. Пока нет звонка. Да, вы знаете, книга «У креста Евангелия», равно как и вторая книга «Досветиться имя твое», размышления о молитве Иисусовой. Первая книга «У креста Евангелия», пастырские размышления о таинстве покаяния. Они доступны у нас в Алексеевской обители, прежде всего, в нашей книжной лавке. Я обобщил в этой небольшой книжице, она стоит из 111 параграфов, обобщил 30-летний опыт и исповеди пастырских наблюдений. Книга адресована и моим собратьям, я делюсь какими-то пастырскими своими приемами и находками. У каждого священника свой стиль, как принимать на дух чад божьих. И вместе посомам, потому что в этой книге говорю о многих искушениях, неправильном подходе к исповеди, каких-то ментальных, эмоциональных, духовных ошибках, искажениях в устроении души, когда приписывают слишком много священнику или пытаются найти в его словах то, чего в них нет, или ходят вокруг да около, но не решатся обнажать всеведущему и всевидящему взору Божью основные страсти, беседы о том, как расположить человека нерешительного, малодушного, неверящего в собственное исправление, к сердечной исповеди. В этой небольшой книжице принцип распределения параграфов соответствует возрастным группам. Дети, молодежь, средний возраст, пожилые люди. И каждому из возрастов в любви божественной все возрасты покорны, все-таки свойственно определенной психологии, ослобенный склад мышления. Священникам совсем нелегко найти общий язык современной молодежью, которая часто путается в трех соснах, не почитая грех за грех, и как какой-нибудь развращенной девице дать понять, насколько губит она себя, опускаясь в плотские авантюры, зачеркивая будущее материнства, угошая в себе психологию супруги, ну как внушить молодому человеку, искателю сомнительных приключений, простую ясную мысль, что он губит собственное здоровье и оставляет за собой выживанную напалмом полосу, разрушая сердца, являясь праведником воли лукавого. Как укрепить супругов в их стремлении сохранять мир и единство, обходя подводные камни? А может ли священник заочно кого-то исповедовать? И как это бывает, когда в случае уважительные? Много вопросов, много ответов. Книга, безусловно, не претендует на всестороннее освещение темы, но главная ее цель побудить читателя, особенно светского читателя, еще не переступавшего через Рубикон, подойти к источнику живой воды и золотой ниточкой привязать себя к аналое с Христом и Евангелием, чтобы таинство к Иисподе вошло, вросло в нашу жизнь, и мы ощущали, что живая вода Святого Духа постоянно орошает и освежает наше сердце в награду за постоянное обращение ко Христу, которое и принимает нас на Исповеди, сокрываясь за фигурой священника. Мы слушаем следующий вопрос. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, раба Божьей, Хватине. Скажите, батюшка, свое слово утешительное или назидательное, брошенной жене, венчанной после 25 лет брака. Ах, дорогой мой, у меня есть убеждение, что это одна из самых полезных тем и для священника, исповедующегося, исповедующего людей, потому что сегодня настолько скудеет в мужчинах порядочность и верность, чувство долга, бесстрашно, они нарушают клятвы супружеской верности. Сегодня я, как и многие, слушал нашего президента, выступавшего предфедеральным собранием в Манеже и радовался тому, что наша страна отвечает на вызовы современности. И президент сказал такие замечательные слова. Может быть, в военно-техническом отношении Запад когда-то и догонит Россию. Но таких, как наши офицеры-герои, Роман Филиппов, другой офицер, Александр Пархоменко, вызвавший огонь на себя, у них не будет никогда. Зал тогда встал и хлопал президенту, потому что действительно боевой дух нашего народа. Это чудо, это верность тем историческим предначертаниям, которые сам Бог верил, определил для шестой части света под названием Русь. Но выковывать в себе воинские добродетели, быть готовым к самопожертвованию, пролить мученическую кровь, защищая свой дружественный тебе народ, может только человек, который верен в малом. Верный во многом бывает верен в малом. А малая церковь это наша семья, супруга и дети это наш тыл. Мы ответственны за тех, кого мы приручаем. муж, который стал кормильцем, муж, который имеет внутреннюю потребность защищать, воспитывать, ставить на ноги своих детей вместе с любезной супругой, муж, который не может быть спокоен и ищет вторую, третью, четвертую подработку, только бы обеспечить достойное существование семье и сделать детство своих отпусков счастливым. Как оставить семью, бросить поле боя, повернуться тылом к любимой, сдаться без боя диаволу, перейти в разряд не просто оппортунистов, штрейкбрейкеров, предателей, дезертиров, бросить щит и меч и явиться безоружным встану врага? Найдет ли он на стороне какое-то иное служение, откроется ли ему любовь, убежденной которой некогда, он сказал, милый, я твой навеки, я, доверься мне, и я беру твою хрупкую душу в свою мозолистые руки. Нет, вы не брошенка, вы не брошенная жена. Он отбросил в сторону понятия о чести, о любви, он теперь как каин, пусть и борется с оптанной совестью, но будет трястись и скитаться на земле, меняя лучшее на худшее. Дай Бог ему опамятство, знаете, жизнь прожить не поле перейти. Год, два, и все меняется в сердце уловленном гордостью и похотью. Такие мужчины, не хочу назвать их мужчинами, такие перебежчики напоминают мне вьючных животных, упрямых, снабженных четырьмя копытами, куда-то за морковкой виртуальной бегущими, бегущих в прерию. Эти люди ищут миражи, гоняются за призраками. Суровая реальность раскроется им рано или поздно, а голос крови, голос родства припобедить невозможно. За 30 лет священства я вижу, как проходят годы, и отец мыслью все чаще и чаще возвращается в семью, к детям, отходит страсти, болезни по милости Божией, истребляет из души огонь плотских пожеланий, и голос совести разворачивать человека туда-назад, где он безжалостно растоптал тот цветник, который некогда совместными усилиями был возделан. Но мы не брошены, потому что есть Господь, и есть Божия Матерь. Если совесть ваша чиста пред Богом, то Господь, как дочь родную, вам раскрывает свои объятия. Мир не без добрых людей, конечно, перед любой мамой, оказавшейся в таком положении, перед оскорбленной половиной, встают с новой остротой бытовые социальные проблемы, но мы, христиане, знаем, у Бога всего много. Разрешите вознести молитву о вас в разумлении супруга, пусть совесть не даст ему покоя, и преданный сатане он сам себя отдал в руки лукавого. Он смирится, и покаяние посетит его, как некогда Иудушку Головлёва, возвратившегося мартовской ночью на могилку к маменьке со слезями и осознанием своих преступлений. Думаю, что меня сегодня слушают многие женщины, которые, увы, на собственном горьком опыте убедились в непостоянстве человеческих отношений, там, где их спутники жизни ходили во след страстей, смеживая глаза и стирая в душе те обеты, которые золотыми буквами начертаны нами самими Божьим перстом в наших сердцах. Я имею ввиду клятву, венчание. Помолимся, вы остаетесь мамой, а мама это святое, мама это солнышко. Мама при всем неустройстве и горечи, и переждой должна светить и согревать сердца детей. Через маму Бог прикасается к нежным струнам ребячей души. Крепости вам мужества, молитвы, благодатной поддержки Божьей. Чаще причащайтесь святых христовых тайн, время хорошее учителя, но лечит и не сцельные раны. А жизнь продолжается, и мы, конечно, помолимся в разумлении вашего супруга, который сегодня встал в позу, сегодня изображает собою какого-то независимого гражданина, наш адрес ни дома, ни улица, наш адрес Советский Союз, а завтра придет, даст Бог с повинной и станет героем картины опять двойка, я имею ввиду мальчика, тащившего за собой портфель и опустившего очи долу пред взором строгой мамы. У нас на проводе еще один радиослушатель, вы в прямом эфире, здравствуйте. Добрый вечер, батюшка, у меня крещенная племянница, она недавно крестила свою дочку маленькую в церкви, заходит в церковь, закончила курсы астрологов, получила сертификат, и собирается на этом поприще найти себе работу. Вот, имею ли я право что-то сказать, как бы, не то что имеете, а должны, но сказать по-умному и деликатно, однако, изложить пред ней всю правду. Рекомендую вам зайти в православный книжный магазин Сретенской книжной лавки, Алексеевского, Мамтыря, и найти соответствующую литературу касательно астрологического лже-мудрее астрологических этих псевдо-изысканий. У нас, кстати, книжица, по-моему, продается одной матери, монахине, которая изжила в молодости этот соблан, была она весьма продвинута докой в этой уже науке и рассказывает в своих воспоминаниях как этот яд, как эти токсины лжеучений глубоко входят в ум и сердце тех, кто имел несчастье связаться с астрологией. Ведь такие люди получают дипломы, филькиной грамоты не стоят эти дипломы. Сами эти академии при Петре Великом прекратили бы существование в единочасье. А ректоры этих академий думающие могли Великим постом превратиться в шашлык по строгому законодательству Российской империи 18-го столетия. Ну, не будем говорить брутально, а будем говорить по существу. Ведь все уже учения познаются по главному признаку. Уже учения о человеке, они игнорируют бессмертный образ Божий, богоздавные личности. Они пытаются вывести феномен человека из каких-то чуждых и внешних по отношению к нему вещественных начал. Скажем, Маркс детерминировал, ограничивал личность общественными и производственными отношениями, в которые это вступает. И, соответственно, утверждал лживо, что психология человека, мотивация его деятельности определяется в первую очередь экономическими интересами, захлестывающими, перехлестывающими все прочие чаяния и мечты. Ну, не будем говорить о Марте, не зря он называл славян этническими отбросами и жалок тот день, когда на русский язык был переведен ладнокапитал, есть еще и другие куда более вредные работы этого старого еврея, который, живя в Германии, разрушил собственную семью, несчастна судьба Маркса и его дочерей, они были захвачены суицидальными мыслями, Маркс, похоже, был посвящен какие-то ритуальные сатанинские круги, при том, что в юности был христианином на протестантский лад, но веру свою он разрушил, отдав ее в жертву юношеской похоти и гордыни. Фрейд соплеменник Маркса, ученый на Западе, извращенец по существу умиравший страшной смертью, почитайте об этом в интернете, обуславливал человеческую личность энергии пола, которая доминирует по мысли этого австрийского ученого и обуславливает собой даже область творчества. Несчастье Фрейда, точнее, его последователи и читатели, а увы, многие психологи до сих пор сидят на прокисшей, перекисшей закваске фрейдистской учения. Фрейд имел дело только с падшей личностью человека, изучая патологии, отклонения от нормы фрейд подметил много верного в действии греха и страстей, но, конечно, связал по рукам и ногам человеческую личность, сделав ее рабою секса. А вот астрологи недалеко ушли от Маркса и от Фрейда, и когда слушаешь туманные предикты, предсказания современных астрологов-коммерсантов их тьмы, и тьмы, и тьмы, глобы и сугробы, сразу видишь пошлость и мелкотравчатость этого учения, которое привязывает человека к сочетанию звезд, к расположению созвездий, выводится причина-следственные связи, привязывается человек к месяцу и числу своего рождения, у тебя какое созвездие, ты под каким знаком, рыбы, а ты, а я лебедя, а ты, а я щуки, вот и ползут в разные стороны, так расстаются жены и мужья, так начинают ссориться из-за мнимой психологической несовместимости вчерашние деловые партнеры, заметим, заметим, что астрологи, увлекаясь сами, увлекают в бездну и своих клиентов, при этом обратите внимание, по вопросу нами заодно, да, мужа думает о коммерческом прибытке, она хочет устроиться на работу и занимаясь частной практикой или войдя в какой-то современный астрологический холдинг-молдинг, будет обирать дураков, обывателей, мещанок, и чем состоятельнее такие люди, тем будет расписывать им обширнее с помощью лекала и других чертежных инструментов, схемы и графики, когда можно заниматься бизнесом, когда любовью, не люблю это выражение, но это их язык, когда выезжать на дачу, когда сидеть дома, такие люди совершенно теряют божественную благодать, они перестают уповать на Бога живого, они сами занижают свою планку и отдают себя в жертву таким понятием, как характер, склад души и прочее и прочее, перестают нуждаться в таинстве покаяния, причащения святых христовых тайн. Самое ужасное, что астрологические схемы, войдя в плоти кровь, отравив сознание лжеучителя, рано как его адептов, затем искажают восприятие мира. Человек не может отрешиться от надуманных этих матриц и воспринимает друзей, соседей, родственников в свете наспех и украдку натасканных им отовсюду эклектических псевдознаний. Исцелиться ментально, эмоционально от этой заразы совсем нелегко. Давайте, дорогие друзья, помолимся дружно, чтобы эта матрешка, поварешка, племянница забыла путь в астрологический университет, чтобы, может быть, возникший вирус простудный не дал ей возможность получить диплом, чтобы она не помрачилась умом и осталась, по крайней мере, простой домохозяйкой, которая имеет чувство собственной греховности и ограниченности, в отличие от астрологинга сын, выступающих, словно павла, величава, страдающих, но не понимающих. Это от чувства собственной исключительности. У нас есть еще один вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Дорога Божия, Ольга, батюшка, благословите, я болею сейчас. Укрепи вас, Господи, дорогая Ольга, да сынит вас благодать Господня. Ой, спасибо. Вопрос у меня такой. Я слушаю ваши утренние молитвы, записанные на плеер, потому что не могу читать. И вот там помимо всего прочего говорится мерзкое, агаринское, но мне гласится гаринское, агарянское царство сокрушение. Это что-то бедминское, никто не знает, что это видимо непросвещенное. Это текст дореволюционного молитвослова, амерзкое агаринское царство, это ИГИЛ, и прочие преступные террористические группировки, аль-кайды, джебхата, нусра, и прочие нусры, асры, которые сегодня злодействуют в Сирии, производят химические атаки на мирное население, да вот еще не дремлют в Европах и в других частях света устраивают возмутительные террористические акты. Ответ, по-моему, ясен для вас. А мы продолжаем передачу, и я хочу представить внимание радиослушателей еще одну новую книгу про Таире Артемия Владимирова «Досветится имя твое размышление о молитве Иисусовой». Батюшка, все святые отцы писали об Иисусовой молитве. В чем своеобразие вашей книги? В чем ее навязать? Своеобразие только одно, я не только не святой отец, но весьма грешный сельский попик. Однако Бог любит праведников, а грешных милует. И для каждого из нас, дорогие мои собратья и сестры, Бог Христе, молитва Иисусова есть путеводная ниточка, помогающая нам среди суеты и тяготы житейских попечений сохранять мысль о Боге, выстремляться к Нему внимательным умом и сердцем, чувствовать Его присутствие в нашей жизни, потому что кроме утренних и вечерних молитв, псалтири, чтения и Евангелия, мы много времени проводим на работе, общаясь с ближними, отдыхая, находясь в Божьем храме и человеческая душа, как вечный двигатель, всегда находится во внутренней динамике, как привязать ее к Богу, как сохранить себя от омрачения, забвения, перепадов настроения, так, чтобы в душе было всегда ясно, за душой были крылья, спокойствие, мира, любви, нужно всего-то навсего, умом и сердцем прилепиться ко Христу и полюбить Его святое имя, о котором, между прочим, в молитве Отче наш так прекрасно сказано, досветиться имя Твое. Мы призваны освящать уста и персты, душу и тело, ум и сердце, слово и дело, весь круг нашей жизни, образ мысли и образ жизни освящать призыванием имени Христова, с сознанием своего недостоинства, с исповеданием своей крайней немощи, с чувством всегреховности своей и вместе с великой надеждой на Бога, всепремудрого, всеблагого, всесильного, Господа, который простирает нам свои руки, Господа, который импульсами божественной благодати нас поддерживает и крестом отгоняет от нас темную силу. Но как всегда находиться в поле, в светлом поле божественной благодати? Как не спускать взора с невидимого лика Господа Иисуса Христа? Как различать лукавые помыслы, которые незаметно всеивает демон в внутренние пределы нашей души? Необходим фонарик, необходим свеча, лучи которой будут освещать мрак нашей души. Этим фонариком, этой свечой, этой звездочкой или звездой пленительного счастья, выражаясь поэтическим языком, является молитва Иисусова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» или даже сокращенно, когда мы ведем с вами прямые эфиры или общаемся друг с другом. Иисусе Христе помилуй меня, Господи Иисусе Христе помилуй меня, полюбив имя Господне, сокрыв его как жемчужину в уме, а затем и в сердце, мы увидим, что это имя как линза, через которую благодать Святого Духа проникает в нас, освещая самые сокровенные потаенные уголки нашей души, уцеломудривая тело, делая волю цельной, целеустремленной, крепкой, сообщая нам бодрость Духа, ясность помышлений, делая нашу мысль проницательной, храня нас от молодушия, тревог, страхов, уныния, гордости, ужасного ложного чувства собственной исключительности. Нет, но, молясь, неспешно, вкладывая ум в каждое слово молитвы, предстоя живому Богу, имея лишь одно помышление, намерение, чтобы Господь очистил нашу душу, чтобы имя Иисуса Христа, как бальзам, как некая накладка или марля, смоченная мащей Вишневского, вытянула гной нашей души и затем это имя уцеломудрило, осветило, высветлило душу, сделало бы ее палатой кротости, смирения, радости, целомудрия, чистоты, мира, мудрости. Мы действительно поймем, о чем говорит царь Давид, говоря, о имени Твоем возрадовался весь день, обышедший обидовшими и именем Господнем противлявся лукавым помыслом. Вот это краткое содержание книги «Размышления о молитве Иисусовой» или «Досветиться имя Твое» эта книга сейчас у нас уже появилась и в храме всех святых Алексеевской обители и в книжной лавке. А мы слушаем следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Слышимся. Батюшка Артемий, вот у меня два вопроса, значит, первый такой вопрос. У меня дома находится пол собрания сочинений Ленина прижизненное 22-го года. Я бы его выбросила, оно занимает место, но это подарок маме был, это как память о маме, он там даже с надписью. Вот как лучше, что лучше сделать? Посоветуйте. Да, вы задаете мне такие загадки, пред которыми, думаю, даже дельфийский оракул или коринфская пифия побледнела и сомкнула уста. Вы поставляете меня между Цилой и Харибдой. С одной стороны, память о маме, а память всегда священная, с другой стороны, полное собрание этого изверга, дедушки Ленина, который призывал расстреливать как можно более духовенство, который упразднил как институт семью, о котором Надежда Крупская говорила, туманно загадочный. Такой человек не может принадлежать одной женщине, смиряясь с тем, что в жизни Ленина гордая и смелая Инесса Арманд появилась и фактически упразднила саму Надежду Крупскую, с которой Ленин, между прочим, венчался, принеся обеты верности, он изменил Богу, обманув свою подругу по революционным будням. Но я не предрешаю своим ответом вашу реакцию, но если прижизненное издание Ленина это все-таки раритет, я думаю, историкам России, которые еще должны разобраться в феномене Ульянова Ленина, человека, заключившего позорный Брестский мир, человека, который фактически вкупе со Свердловым и Троцким фактически геноциду обрек на геноцид России, ему было на Россию наплевать, человека, который закрыл церкви и поэтому открыл псих дома, как говорил Алексей Второй, человека, который сам скончался от ужасной болезни, я думаю, что историки еще должны разобраться с этим черным человеком, страшным гением России, попущенным как скорпион, он появился и жалил своим хвостом нашу матушку Русь, вздернув ее на красном кумаче, как писал и пел Игорь Тальков, я бы, конечно, наверное, отдал эти самые сто томов, вот ведь написал сколько, в комиссионный магазин, при этом указал, что издание прижизненное, а значит, цена достаточно была бы велика, память мамы от этого не пострадает, сохранил у вас фотокарточки мамы, ее броши, какие-то фамильные драгоценности, любимые книги, а вынести ногами вперед дедушку Ленина из вашего дома было бы с духовной точки зрения весьма оправдано. Мне вспоминается заключение, скажу, один молодой человек, он в советские годы учился в военном училище, стал православным христианином и долго думал, как бы ему избавиться от сто томов собраний сочинений Ленина, не придумал ничего лучше, как во дворе военного училища разложил крестом все сто томов 50 на 50 и как Фамусов поступил. Ну, а как поступил Фамусов, точнее, что он говорил о возмутительной литературе, советую вам прочитать в комедии «Горе от ума». Я же не дам повод дорогим слушателям обвинять меня в вандализме и хочу закончить прямой эфир благопожеланием, чтобы мы с вами, закончив вторую седмицу, вступили в третью седмицу поста с верой, надеждой и любовью. Да воскреснет Бог и расточаться в рази его. До скорых встреч, дорогие братья и сестры. Простите, если что-то из моих слов не совпадало с мнением редакции. урожай, хрибан, седмицу. Продолжение следует...